Аминь 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 в определенные страны и в деятельность а также организация ну или церковь которая этих миссионеров направляет то есть вы понимаете да то есть мы наберем человека вот наберем берем данью полежка и мы говорим он едет например франкфург на майне и будет там начинать церковь он миссионер у него есть миссия мы послали его с миссией понимаете да второй момент особое служение ну например мы хотим мы живем христианской со стороны правильно и у нас есть миссия донести евангелие в каждый дом почему потому что многие христиане они являются номинальными правильно и ну и это называется метр во церкви не то есть мы должны во церкви видеть людей мы должны вернуть их к истокам и эта миссия наша миссия как людей до помочь людям войти что-то войти в полноту пойму служение то есть вы поняли да первое это или мы направляем миссионера это миссия и также организация которая направляет этого миссионера это может быть община это может быть церковь и она умор иметь значение миссия и самое третий момент второй момент что это наше служение как миссия нести евангелие до людям доносить евангелие тем кто его не знает и самое древнее значение этого понятия это проповедь веры среди нехристиан распространение царства божьего по миру да это третье в основном она перекликается с первым и вторым но если мы будем брать исторически то третье проповедь веры среди нехристиан среди неверующих среди не знающих маши их а если во втором случае мы проповедуем людям которые практически это знают правильно да то в последнем случае мы говорим о миссии как о глобальном и что же такое миссиология миссиология это совокупность наук о миссиях миссионерской истории миссионерской мысли и миссионерских методах очень интересно очень хорошо миссиология это наука о миссиях то есть это наука это совокупность да это совокупность наук это совокупность знаний до о миссиях да то есть а как устроены миссии какой их цель для чего они предназначены как их делать миссионерской истории то есть то что происходило когда-то да и мы сегодня тоже будем говорить это история и каким образом что они это делали ну для примера например хадсон тейлор да он переоделся в он стал одеваться как китаец начал проповедовать на китайском языке это плохо слышно да а да то есть это метод миссионерской деятельности то есть да он 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 старался выглядеть четко как как мандарин ну как мандарин это такая народность в китае то есть он специально стриг себе волосы как носил косичку и он специальными мазями мазался чтобы кожа была бледная и желтоватого оттенка чтобы и китайцы принимали его за своего то есть это методы но вы помните что название нашей нашей темы немножко звучит так до ведение в миссиологию и называется еврейская миссия поэтому мы будем сокращать вот это все большое пространство до узкого до еврейской миссии мы будем говорить о миссия к евреям мы будем говорить о том что она может включать мы будем опять же рассматривать историю биографии мы будем ну будем смотреть на то что происходило и очень важно смотрите проблема в том что в наше время до что у нас очень часто знания ради знаний то есть мы учимся ради того чтобы учиться мы получаем эти знания и эти знания бесполезно лежат в нашей жизни то есть много знаем но ничего не делаем и самое важное самое важное для чего бог дает знания для того чтобы мы практически применяли ее в жизнь это очень важно и вы здесь находитесь для того чтобы ваши знания практически применялись в жизнь и история миссии и вообще сама миссиология она довольно интересная науков наука заметьте это очень интересное слово наука которая поможет вам увидеть какие-то определенные определенные закономерности особенности которые помогут вам в будущем практически что-то ну и что-то а конкретно практически делать для служения еврейскому народу и цель этого курса ознакомить вас с ключевыми понятиями миссиологии и например их служителей еврейских миссий помочь увидеть что можно и как можно использовать богатый вот их духовный опыт сегодня потому что все хорошо новое знаете это ну все новое это хорошо забытое старое ну давайте мы возьмем для примера миссию еврей за иисуса уличная евангелизация то есть и в 60-е годы наши прошлого 1960-е годы это была революция потому что в то время такое выражение веры она была необычным потому что люди выходили на улице евреи выходили на улице у них было написано евреи за иисуса они раздавали баршуры они стучали в двери они говорили о своей вере это было скажем вызовом это было революцией но если мы посмотрим немножко назад и мы посмотрим хотя бы на 1900 давайте шестой год в городе варшаве представители английской миссии лондонской миссии по распространению евангелия среди евреев занимались тем самым они ходили по улицам и раздавали братсайда не раздавали такие такие бумажки на которых было написано благая весть и один из них по фамилии циммерман стал одним из человеком который помог розенбергу который в нашей одессе начин начал миссианскую общину обратиться к богу то есть посмотрите я хочу чтобы вы просто поняли что то что было когда-то есть и сегодня просто мы порой этого не знаем и очень важно увидев это просто продолжить наш путь теперь вернемся к антропологии кого испугало слово антропология тебя это хорошо антропология это наука человеке о культуре о том что происходило как происходило понимаете да почему это важно так же самое как для корея для 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 хадсона тейлора было важно быть стать китайцем выучить эту культуру чтобы достичь этот народ так же самое для каждого миссионера важно знать культуру особенности народа которому он служит и это помогает нам вот такая наука которая называется антропология антрас человек понимаете то есть наука о людях наука о человечестве это очень легко и просто потому что нам легко будет понимать людей кому мы служим например было такое племя она называлась вай-вай это в бразилии и знаете что они делали они кушали своих мертвых родичей то есть люди умирали и и они были вынуждены их кушать потому что они боялись что злые духи придут и съедят и они не смогут в одну понимаете воскреснуть возродиться в новой жизни и когда миссионеры принесли им евангелие они рассказали о том что тела они должны воскреснуть да как написано и не перестали кушать и очень его обрадовались понимаете потому что не надо было это делать понимаете да знание о культуре этого народа помогло изменить что-то понимаете но если бы они пришли и не знали вот этого то это могло произойти ну ну не то что изменить это могу разрушить отношения например и вот мы подходим к методам говорим о методами мет мы говорим о методологии миссии миссиологии извините давайте мы а антропология это является составной до этой миссиологии то есть смотрите что мы должны выучить знать что в миссиологии должна изучать что знание о народе которому проповедуются миссиология должна знать ну культурную среду социальную среду потом историю понимаете да то есть мы должны знать историю людей которые уже это делали чтобы не совершать их ошибки но брать плюсы которые они делали понимаете это все это совокупность науки вот это мет миссиологии и она очень помогает поможет нам в будущем давайте теперь посмотрим как вы думаете какое местописание из нового завета мы можем взять как бы ключевым таким основным отталкивающим для вот нашего нам для нашей для на на для нашей темы отлично но это 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 немножко другое это наши методы это методы а какая же вот такая скажем отправная цель скажем о очень хорошо это матфея 28 19 20 это тоже будет в тесте держите и так идите научите все народы крестяя их во имя отца и сына и святого 28 глава 19 20 стих и так идите научите можно начать раньше и дана мне всякая власть на небе и земле и так идите идите научите все народы крестяя их во имя отца сына и святого духа у чаях соблюдая все что я повелел вам и сия с вами во все дни до скончания века ами хорошо да мне нравится больше перевод дэвида стерна это такой есть перевод он больше он больше не точный он больше наверное он называется еврейский да он больше культура и культурологические он больше культуре и он говорит так поэтому идите и делать и там единым из всех люди и всех из людей во всех народах muy очень нравится из людей во всех народах очень часто мы думаем что надо делать учеников из каких-то особенных людей там кто-то там умный или богатый или может какой-то спортсмен или ну понимаете человек такой влиятельный а бог говорит проза он говорит идите и делайте учеников из людей то есть разных людей смотрим дальше погружая их в реальность отца сына и духа святого то есть что такое реальность отца это любовь правильно любовь сына это жертвенность а реальность духа святого это сила то есть погружайте их туда откуда вы сами что вы знаете и учите их тому что я заповедал вам и помните главное самое важное и помните мы очень часто страдаем духовной амнезией мы забываем если мы посмотрим все писание бог напоминает помните говорите вашим детям научите вашего сына чтобы он говорил своему сыну а он говорил сыну каждый раз на пасхальном сына и говорят рабами мы были мы еще к этому подойдем но очень нравится и помните я буду с вами всегда да даже до конца века и вы знаете я согласен с вами но я немножко не но немножко все-таки возражу потому что если мы посмотрим идея идея миссии вот этого в миссии да она послежится через все писание потому что если бы не было изначально вот этой миссии спасения падшего человечества то мы бы остановились а на эдеме ядам с евой согрешили послушались бога их выгнали из рая все ну мы просто узнали что было такое событие они на ну сделали такие вещи им сказали до свидания почему потому что мы видим дальнейшем целую с целый ряд спасения да мы помним но я через которого бог спас падшее человечество мы помним авраама которого пригласил бог их сказал ему до оставь народ свой да и иди в землю которую я тебе скажу мы помним его сына и цхака якова который является прародителем еврейского народа мы помним что из этого народа произошел ешуа иисус который напомнил своим ученикам об этом великом поручении почему для чего был создан народ израиль вы помните точно быть свидетелями царством священников на земле быть свидетелями живого бога и это было и через этот народ пришел господь и я вам еще больше скажу если вы посмотрите что израиль он был создан богом не было такого народа как израиль бог создал из авраама дальше он создал в самом себе народ чтобы прийти через этот народ погибающему человечеству и миссия израиль и миссия ишуа иисуса была заключалась спасение человечества он зашел на крест он умер он воскрес и дал нам не удежду до смотрите поэтому я взял на себя такую смелость все-таки поставить во главе угла это место писания ивана 3 16 ибо так возлюбил бог мир он возлюбил во всегда если мы посмотрим на всю историю бог всегда любил мир бог всегда любил падшее человечество даже когда человечество уходило от бога человечество шло своим путем а бог говорил вернись ко мне он говорил через ноя но и строил ковчег в пустыне люди смотрели на него и говорили товарищ ты что творишь я не знаю как у вас называется сумасшедший дом одессе у нас называлась гуйва ты чё с гуйвы сбежал сумасшедшего отделения что ты тут строишь и он говорил люди идет потоп спасайтесь но люди не слышали и шок сказал что он есть дверь к спасению да и кто войдет им да тот обретет пожить и найдет хорошо бог возлюбил мир любовь падшему человечеству ну у него всегда была вот эта любовь падшему человечеству и вот если мы посмотрим на саму миссиологию мы увидим что вот именно библейское основание это любовь бога к людям и он всегда брал кого-то подымал и говорил идите идите и несите благую весть и очень важно чтобы мы это одни то что осознали мы это пережили почему потому что очень часто за вот такими словами антропология миссиология сатериология знаете это нас как бы ставить какие-то рамки буш на самом деле это инструменты чтобы помочь нам развиваться расти строить ну изменять этот мир бог призвал нас как учеников и дал нам определенные задачи он дал нам миссию он дал церкви он сказал да это что он говорил он напоминал он напоминал о том что бог любит мир потому что было бы очень просто он бы сказал ребята вот кто в меня поверил те спасены остальные помните идите как с моисеем помните эту историю с моисеем когда он говорит ну что моисей народ жестоковыйный и непослушный я уничтожу его а от тебя произведу новый народ моисей пал на колени сароном написано лице свое и сказали боже пощади народ свой понимаете эта миссия это наша миссия падать на лицо на колени перед богом и идти и благовествовать и вот это как в переводе стерна делать учеников из людей потому что каждый из нас человек и мы очень часто забываем об этом хорошо возвращаемся к еврейской миссии что же такое еврейская миссия до смотрите чтобы коснуться вопроса что такое еврейская миссия мы должны говорить об истории я знаю что в школе многие не любили из вас историю потому что сухие даты знаете нам надо было учить целой вереницы дат и какие-то события которые происходили там и мы не понимали что же там происходило это ну напрягало нас но очень интересно что если мы присмотримся вот знаете кого тут уже нет этого этих штор есть например большой красивый ковер и на этом ковре множество множество декора множество каких-то разных ставок красивых вкраплений узоров и мы можем смотреть например на один узор ухты красивый там какой-то кружочек спиралька трехугольничек разные цвета но мы можем потом отойти немножко и посмотреть на весь ковер целиком и мы увидим красоту которая запечатлена в этом ковре мы можем увидеть картину которую творец который творил этот ковер запечатлел на ней так же самое и история если мы начнем внимательно изучать историю в свете вообще в свете библейских в свете писания мы увидим много много взаимосвязи и мы увидим вот этих скрепляющие связи ну опять же я чуть-чуть поспешу расскажу вам историю щедровицкого щедровицкий это был епископ был такой натан щедровицкий епископ китая его называли он покаялся он принял господа он принял христа от в обыкновенной церкви от обыкновенного ну скажем не еврейского христианина который очень любил израиль и он помог ему увидеть красоту нового завета после этого натан щедровицкий начал учиться он очень много учился он знал гигантское количество языков 6 языков он разговаривал свободно и он уехал в китай и в китае он составил первый новый завет на языке мандарин то есть это как бы два есть кантонский диалект и язык и и какой мандарин язык мандарин то есть это высших чиновников он составил новый завет на этом языке и кроме того после того как он уехал из китая он попал в японию где он составил алфавит японский то есть вы знаете что японцев есть два альфа это есть первый алфавит это иерографические иероглифы и 2 есть символически то есть как бы символы как у нас ну там правда великое множество но все равно он составил вот именно этот словарь и библия была переведена на японский язык понимаете да и вот о чем я говорю если мы посмотрим ну вроде бы исторически ну что там произошло человек сделал то 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 да но он помог войти например в японию культуре потому что япония была закрытым обществом и через это евангелие достигла японии его послушание его вхождение ну вообще вот то есть я нормально все говорю сейчас вы понимаете если у вас будут вопросы я прошу в конце вы можете задавать хорошо давайте мы посмотрим что история в еврейской вообще еврейский народ он вообще построена история то есть история всегда была значимой значительной частью еврейского настоящего готов с вами поспорить вы не согласны со мной евреи встречает песок каждый год ну а что они делают на песок и кушают мы правильно они хотели нас победить мы сопротивлялись победили теперь давайте покушаем на самом деле они вспоминают события которые были во времена исхода исход каждый год евреи вспоминает исход из египта каждый шаббат мы вспоминаем исход из египта каждый и шаббат мы вспоминаем творение мира. Прошлое для нас сегодня настоящее. Смотрите дальше. Другие есть исторические памятники скоро Ханука. Кто будет на Хануку делать Хануки? Я вижу, что просто энтузиазмов все подняли руки. Вот если бы просто камера показывала бы вас. Так вот, смотрите, Ханука, это тоже история прошлого. И на этой истории сегодня мы учимся, мы в настоящем получаем ответы. Смотрите, одной из причин, которые часто давались для еврейского выживания против, казалось бы, неопределимых разногласий, была сверхъестественная способность еврейского народа помнить свое прошлое. Жизненно важная часть еврейской жизни уважать прошлое, пересказывать прошлое, изучая уроки истории, быть решительным в отношении будущего. То есть, мы не живем прошлым, знаете, говорят, ну мы же забываем заднее, простираемся вперед. Нет, мы не живем прошлым, мы помним прошлое. Мы помним прошлое для того, чтобы завтра не повторились ошибки прошлого. И чтобы сегодня мы могли изменить наше будущее для того, чтобы завтра стало не таким, каким бы оно могло быть. Ну, в знаке им минуса. Вы понимаете, да? Псалом 77, 5, 8. Он поставил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди его и не быть подобными отцами их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Вы заметите, как написано, да? То, что я говорил раньше немножко. Чтобы возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям. То есть, как когда-то была поговорка настоящий еврей тот, у кого внуки евреи. Я перефразирую, настоящий христианин тот, у кого внуки христиане. То есть, мы учим детей, мы учим наше будущее поколение тому, чему мы научились. Мы погружаем их в реальность. Мы погружаем другие народы в реальность живого Бога. Мы не просто, знаете, не просто живем, потому что мы спаслись, и после нас ходит потоп. Хотя потопа не будет, будет написано, что потопа больше не будет. Радуга на небе говорит об этом. Понимаете, что происходит? Бог говорит нам простые вещи. Он говорит, помните, кто вы такие, помните, куда вы идете, и расскажите это другим людям. Потому что это очень важно. Потому что Бог любит, возлюбил весь мир. Бог возлюбил весь мир, и Ешуа, Он пришел, во-первых, для погибающих овец дома Израилева, так оно есть, и потом через это к другим, извините, к другим, ну, к другим народам. Потому что Бог любит мир, весь мир. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Мы говорим о еврейской миссии. Изучая историю, смотря на историю вообще церкви, на историю Израиля, мы можем понять вообще такое явление, как еврейская миссия. Откуда она появилась, почему она вообще произошла, и что с ней будет в будущем. Смотрите, миссия для евреев является частью истории евреев как народа, истории церкви, и более конкретно, истории самой миссии. Потому что я вам показал вам историю Щедровицкого, да, они были связаны. Один миссионер, вообще другой миссии, который был направлен к другим народам, через него пришел еврей, который в свою очередь стал ключом для целого народа, для целых двух народов. то есть миссии взаимосвязаны. И даже Хадсон Тейлор, тот же, который я рассказывал вам, он посылал, ну, он посылал другому еврею, который был ввел еврейскую миссию, раз в год, чек на поддержку миссии, и писал, во-первых, иудею, а тот ему посылал, ну, типа в ответ чек, и писал, а потом Эллину. То есть, ну, вы понимаете, это, конечно, шутка, но это у них были такие отношения, но миссии были взаимосвязаны. И мы потом посмотрим, очень важно, очень важно, вы должны понять, что миссии были взаимосвязаны, и история еврейской миссии, она напрямую зависит от церкви, вообще от миссии, которая взяла на себя церковь. Итак, смотрите, мы говорим, когда вот, я еще чуть-чуть сделаю легкое отступление, то есть, вы держите сейчас мысль, да, мы говорим о миссии, мы узнали, что такое миссия, мы поняли, что такое миссиология, мы сейчас входим в понятие еврейская миссия, и мы понимаем, что она напрямую, вообще, чтобы понять еврейскую миссию, нам надо войти в историю, историю церкви, и историю вообще самих миссий. и мы будем рассматривать какие-то биографии, и один человек говорил, что истории нет, это, на самом деле, это биографии запис, записанные биографии, ну, это было его высказывание, но история есть, у истории есть свои законы, и они, к сожалению, а может и не к сожалению, они имеют определенные, ну, этапы, и история, она имеет такое понятие цикличности, какие-то события повторяются, меняются декорации, меняются эпохи, но люди-то остаются теми же самыми, хорошо, то есть, я не сильно вас загрузил, потому что дальше будет интересно, и когда мы говорим об истории церкви, мы очень часто говорим, ну, вы уже у вас была история церкви, вы помните Августин, Франциск Осийский, да, помните, кто такой Франциск Осийский, это человек, который вывел монашество, из монастырей к людям, человек, который пошел к больным, который пошел к прокаженным, который понес живую проповедь, Евангелие, из монастырей к народу, это было, кстати, мой любимый, святой, Хадсон Тейлор, да, о котором я же говорил, что в Китае он был, Чарльз Коррей, это который начал миссию в Индии, индийская внутренняя миссия, да, кстати, я хотел еще, миссии, они бывают внутренними и внешними, что такое внутренняя миссия, внутренняя миссия, это второй вариант, когда мы идем, вот, неверующим нашей страны, вот, мы, например, идем на евангелизацию, это наша внутренняя миссия, или мы едем в какое-нибудь село, или едем в какую-то деревню, или в какой-то город, и несем туда определенную миссию, А есть еще внешняя миссия. Это когда мы едем, например, в Африку или мы едем в другую страну из Одессы. Вы понимаете, да? Так вот, и смотрите, сам Чарльз Каррейс и Хадсон Тейлор – это представители внешних, ну, не внутренней миссии, а внешней миссии. Итак, смотрим дальше. Смит Вигглсворт, знаете, кто такой Смит Вигглсворт? Мартин Лютер, Джон Уэсли, то есть мы об них знаем. Это хорошая история церкви. Мы знаем, как их жизни повлияли на целые поколения, как их жизни повлияли на целые страны, что это влияние не прекратилось до сегодняшнего времени. Но мы, к сожалению, не знаем, и кто, может, из вас был, когда я учил, тогда была история миссианского движения «Раннего дождя». Мы очень мало знаем имена Иосифа Рабиновича, Ицхаха Элленхенштейна, Леона Розенберга, Давида Барона, Ицхаха Фонштейна, Рихарда Вомбранта. Мы практически не знаем этих имен. Но эти люди внесли в историю еврейской миссии и в историю церкви такой гигантский вклад, что без них, может быть, не состоялось даже бы служение тех людей, о которых я говорил чуть-чуть выше. Я потом покажу это, на некоторых примерах. Ну, хорошо. Вот Щедровицкого я вам сказал. Если бы он не был в Китае и в Японии, то неизвестно, когда бы Евангелие достигло. Был такой человек по имени Соломон Островский. Он сам урожденец города Валково в Польше. Это была тогда часть Российской империи. Он бежал от погромов молодым юношей, попал в Англию. И там он учился в школе еврейской миссии. Он пришел к миссии Ишуа. Он закончил школу, закончил вот такую, скажем, библейскую школу. Он закончил библейский институт и стал миссионером в Бразилии. Его зовут до сих пор апостол Павел Бразилии. Это человек, который насадил практически 60% церквей в Бразилии. То есть человек ходил просто от штата в штат и проповедовал. Он начинал церкви. Его много раз хотели убивать. Много раз его там даже происходили такие истории сверхъестественные, когда наняли известнейшего убийцу, чтобы он его убил. И когда он его встретился, тот на него посмотрел и говорит, это тебя я должен убить. А он был маленький, худой. И он говорит, да. А за что я тебя должен убить? Он говорит, ну потому что я люблю Господа Иисуса. И с этим человеком, с этим убийцей произошла метаморфоза. В этот момент он упал на колени и начал плакать. Он покаялся. Да, он сел в тюрьму. Но в тюрьме он начал быть проповедником, который спасал многих и многих людей. Окей, понимаете, да. Я вам показываю просто маленькие фрагменты биографии. И вы посмотрите, как они меняли целые страны. У нас еще есть 10 минут. Хорошо. Давайте мы немножко поговорим об истории, как о памяти человечества. Вы знаете, что память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также тот запас хранящихся в сознании впечатлений. То есть мы можем вспомнить, как мама готовила нам утром завтрак. Или мы можем вспоминать, как первый раз мы увидели что-то такое. Вау! Или когда мы увидели первый раз своего ребенка. Или когда мы, я не знаю, влюбились. Или когда что-то произошло. Мы помним это. И это наша способность. Способность хранить и воспроизводить. Это дар Божий. Память. Но вы знаете, что есть личностная память, да? Есть коллективная память. То есть личностная память – это то, что происходило с нами. Коллективная – это то, что происходило с нашим народом, с нашей страной. Ну, вы понимаете, даже с нами, например, как коллектив. Вот мы пришли учиться, и вот мы закончили учиться. Это уже коллективная память. Мы. Но я пришел учиться, и я закончил. Это моя личностная память. Понимаете? Дальше. Но вы знаете, что человек, который потерял память, он безумен. Человек, который потерял память, он повторяет те же самые ошибки, или, как у нас говорят, наступает на те же грабли. Ты говоришь ему, пальцы в резетку ссывать нельзя. Ну как нельзя? Два. Три. И ты понимаешь, у человека что-то проблема. Он забыл, у него проблема с памятью. Ему нужна помощь. Смотрите. Народ без памяти безумен. И это тоже правда. Почему? Например, есть такое выражение. Народ, память о Холокосте необходима для того, чтобы народ в будущем не совершил подобное изверство. Мы должны помнить об этом. Это не Артур Кац. Я вам скажу, кто его сказал. Я вам скажу, кто автор этого изречения. Я на перемене посмотрю точно. И я вам хочу сказать, что, смотрите, и поэтому история, она жизненно важна, необходима нам вообще в понятии еврейской миссии и вообще в миссиологии. То есть вы помните, да? То есть вы помните, да? Он обречен повторять ошибки вновь и вновь. Народ, который забывает о своем прошлом, в настоящем, он не может быть успешным в будущем. И это касается многих вещей. И это касается церкви. Это касается истории, ну, как бы, целых стран и народов. Следующий момент. Память рождает опыт. Память. Мы вспоминаем, пальцы в резетку сувать нельзя. Больно. Мы больше ее туда не суем. Понимаете? Опытный человек на иврите, он звучит как МЕ-НУ-СЕ. МЕ-НУ-СЕ. МЕ-НУ-НУ-Н-СА-МЕ-Х-АЛЬФ. То есть МЕ-НУ-СЕ. Напишите буква М. МЕ-НУ-СЕ. Буквально испытанный. То есть НЕС это испытание. Человек, который был испытан. То есть человек испытанный. Это опытный человек. То есть как мы можем получить опыт? Пройдя какое-то испытание. И вся наша жизнь, как кто-то пел, игра. Но на самом деле вся наша жизнь, она состоит из испытаний. Вся история человечества состоит из испытаний. И самое интересное, что в испытаниях Бог проверяет нашу веру. Вы согласны? Открываем 1 Петра 1 глава 3 стих. Благословен Бог. С 1 по 3. То есть благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением и Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, для вас, силую Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Прекрасное обетование. Послушайте. Прекрасное обетование. И дальше он говорит. Осем радуйтесь. Поскорпев теперь немного, если нужно. Если нужно. От различных искушений. В оригинале написано испытаний. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвалей и чести и славей в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Посмотрите, как прекрасно сказано. Бог говорит, что эти испытания, они дают нам, через эти испытания мы получаем опыт. И благодаря этому, да, мы имеем награду. Еще раз. Осем радуйтесь. То есть у нас есть нечто большее, чем просто испытания. Да, тяжело, трудно. Знаете, я всегда говорю, когда я читаю, например, посты в интернете сейчас, там человек пишет, пожалуйста, молитесь за мою жену, она лежит в больнице, она лежит в реанимации, она лежит на столе, и кто-то пишет, во имя Иисуса, здорово, аминь. А я пишу, дорогой, не ты, не твоя жена лежит там. Пожалей просто, скажи, Господи, милости прошу, благослови эту женщину, пусть твоя благодать будет. Но вот это, 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 ну, некрасиво. Это неправильно. Помолись сам так. Так, ну, покажи свое сострадание. Иисус пришел к плачущим, он плакал. Он пришел к Лазарю, он не сказал, так, я пришел, я знал, что он умрет, я сейчас вам покажу славу свою. Написано, он пал на колени и плакал. Он рыдал. А потом он сказал, принесите тело. Он говорит, куда, оно уже воняет, ну, куда же. Он говорит, принесите. Тело принесли. И что, ну, помните, он сказал, Лазарь, встань, выйдет его. И потом он его обнял. Вы понимаете, какая великая, какая великая сила? И испытанный человек, он верен Богу, он стойкий. Испытанная вера ваша оказалась сильнее, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя бы и огнем испытанного золота. Адам и Ева были испытаны. И они не выдержали испытаний, к сожалению. Иов был испытан Богом. Правда? Если мы откроем послание к евреям, 11 главу, мы прочитаем целую вереницу людей. Иные были гонимы, были тын. Они делали то, их перепиливали, кидали на раздерзание зверя. И написано, что это был пример для нас, которые живут в сегодняшнем веке. И все это пример для нашей реальной жизни. На этом я делаю перерыв. Пожалуйста, отдыхайте. Вопросы записывайте, буду отвечать. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...